ну так вроде выставил на глаз сейчас проверяю по правилам вроде как вроде как нормально правило ну как шпаги скрестились вроде бы вроде бы нормуль на глаз нормально по правилу в принципе тоже показывает нормально здесь смотрел в эту сторону с той стороны в эту вроде бы нормально здесь сверху вниз смотрел тоже нормально здесь мерил расстояние от сюда досюда но это тоже относительно потому что эти части вышедшие это будет разница и надо же мерить ровно одинаково расстояние отсюда так вроде одинаково ну вот в данном случае полмиллиметра разница но здесь она торчит дальше фиг его знает даже как тут мерить пока в процессе еще сделал как вот отсюда от стенки отмерил 8 вот оставил маркера метку и там также и вот от этой метки мерил вот так до кромки вот до внутренней посадочной есть упирал рулетку здесь вот так ну он вроде одинаково полмиллиметра в полмиллиметра выставился пилюсь пластинка как я уже показывал повернутая как только что видео игры монетка выкладывал что пластинка кромка должна быть четко вот так вот как штанга стоять никак у нас на китайских она повернута угол имеет пластинка режущая поставил сейчас ровно это единственное он резаком нагрева поворачивал а я просто весь пилил эту сторону так тоже мы с подписчиком разговаривали он говорит вот нафиг спиливая стрелы горит я здесь кромку и развернул ну вот и я также делал спиливал потому что здесь вот я уже показывал она видите поверну вот насколько а я тут сторону спилил машинка и сделал пока на другой державке то есть я могу и этой стороной ставить разворачивать или нетронутой стороной и этой стороной могу болтом прижимать хочу чтобы у меня была в робин здесь делаю конечно было повернуто здесь болт поджимаю с этой стороны и все берет только одну сторону я уже переставлялся больше делал и все вот вот отсюда берет вот досюда так разбито вот сюда вот овалом что ли еще понять ничего не могу очень много там берет помощи ступенька такая реальная можно сделать сразу чтоб по кругу брало просто когда он всегда по кругу берет он получается ну как бы ну получается что он без рыбков работает то есть он пили сразу под нагрузкой нагрузка не меняется это важно для пластинки сейчас попробую еще выдвинуть так вывел резец еще а главное начать чтобы не сколола начало это вообще опасная тема неужели так раздолбило какой овал сделал это пикет ну вот страны как такой овал могло раздолбить вообще непонятно что еще не достает что ляда этой стенки да сколько уже можно выдвигать да еще не касается да еще не касается да если выдвинуть всю чтоб задевала полностью счищала тут блин как бы нагрузки сильной большой не было ладно попробую поэкспериментируя пластинка вроде пока не села вроде как как обычно все на шару на глаз ну вот ну вот ну вот и куда-то куда-то полетела вроде бы вроде бы будет брать ну давай не останавливайся так ровно штанга вроде ровно все на глаз и ровно у этих было у индусов вообще вот так видно было на глазки как криво пальцы стоя здесь вроде все четко почему так сильно берет как бы страшно может быть я че-то криво криво выставился что так берет блядь вроде ровно и на глаз родина рулетку и по этим тоже вроде ровно по правилам хрен у вас ну ну что берет нет ну что-то вроде как я как начала а вон вверх висит зараза вверх висит плохо ну ладно пропилю один проход вот это блин из нозда как так-то велки палка нафигеть можно уже было на плавленые когда-то вон ведь за почти по кругу берет водитель чуть-чуть не брало я вроде уже стала брать почти что какой пятнышко там маленькая вот тут и не бежит это конечно для наплавки хреново я вот боюсь как бы мне два слоя не пришлось плавить вот это я боюсь потому что там внизу прям вот только примерно спиливаю вот ну поглядим все будет поглядим все будет подача большая выдвинута очень много резец я никогда так не делал чтобы за один проход так до хрена снимала а иначе получается он от стенки не касается от этой отжимается то есть он не взялся по всему периметру и переменные силы а у меня там понаварина точке сейчас чуть-чуть быка точку сломать может резец но все равно стружка такая не вьется как у романенко видите она вот такая вот ну максимум вот такие завитушки а так вообще вот короткие такие я думаю тысяч из-за того что вот это вот скорость то есть то нет я думаю обороты когда постоянные но одинаковое усилие он допустим взял стружку и он начинает ее как бы тянуть правильно а так подача остается туда правильно а вращение нету а раз вращение нету получается толщина стружки может изменяться так что вот он то медленно кроме то быстро это может влияет на стружку так вот сидеть и подрегулировать так вот он а он 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 резец срезается а вращения нет а потом он как бы раз и много как бы снимает видите я увеличиваю мощность дрели и он тогда как бы толще стружку по идее должен снимать потому что прижим то есть а вращения нет и вперед не прошел долго тащило нагревается стружки вон куча такая и часть туда вкинул. Сейчас обратным ходом хочу побольше оборотов чуть-чуть крышил. Так и чтобы назад еще прошелся задним ходом и потом буду переставляться на вторую сторону. Странно, почему так сильно ушедшее может кто-то восстанавливал и неправильно выставился? Может быть такое, нет? Ну я вроде правильно выставился. Но почему-то говорю, что эту часть переднюю берет, заднюю нет. Хотя может быть так оно и есть. Тот упирается в венок в кож, а здесь палец по этому месту и работает. И потому его вытащило это место. Может быть и так. А может быть и не так. Вообще непонятно, что происходит. Пластинка села, но кончик не сломался, но затупилась. Сейчас преворачиваю вторую сторону. Вот сейчас проверяю опять. Сейчас вот напрямую от штанги до отверстия. 34 и 1. По краю. 34 и 1. И со второй стороны тоже 34 и 1. Но палец стоял поперек. Я не пойму, как они точили. Кто это делал? Они что, идиоты что ли? Или я что-то не догоняю? Вот. Все четко. 34 и 1. Все милим в милим. А получается, что здесь трет. То есть здесь стерло у нас как? Это место здесь не касалось, да? А здесь, наоборот. Здесь не касается, а здесь херачит вон сколько. Просто бесед сколько берет. Смотрите. Во. Как такое может быть-то? получается, он вот так стоял. Кто-то сделал и вот так проточил. Офигеть можно, а? Во. Мастера. Или я что-то, ну, или я вообще офигеваю. Как такое может быть? Кто-то че, он что, не мог размеры сделать нормальный, что ли, отсюда до сюда? Или я что-то не догоняю? Вот, четко, миллиметр в миллиметр отсюда упираю рулетку. Да, там на рулетке эта херня телепается. Вот она. Вот. Ну, я вот так прижим делаю. Вот, вот. Ну, сколько она здесь телепается? Десятку, наверное, не телепается. Ну, пускай десятку телепается. Какая разница? вот я уже нажал и четко вот по внутренней части, по внутренней пуске. 34,1 с обоих сторон. А судя по проточке, судя по проточке, палец стоял как? Вот так вот? Во. Ну, а как иначе? А иначе никак. Только так он и стоял получается. Вообще ничего не могу понять. Как такое может быть-то вообще? И оно как-то работало. Я уже забыл, где она брала, где она не брала. Надо на видео смотреть, где она брала, где она не брала. вот она здесь висела. Вот она здесь висела и сточила эту сторону. А здесь получается тут висит. Типа по диагонали вот висела. Тут висела здесь, наверху чуть-чуть, не в конец, а вот здесь. Типа а здесь получается висит в эту сторону. Так они центровались тогда. Я фиг знаю. Вот сейчас такая подача. Вот я не знаю сколько здесь высота, но тут высота жуткая. Треново знаю. спилит он с одного раза, не спилит. Эксперимент сейчас данный момент пластина стоит вот это стоит пластина УС 735 вот это стоит пластина и буква М видите вот буква УС 735 С С М Т 21.51 вот именно сейчас вот эта пластина стоит Это вот у меня скалово одну сторону играть видите они не любят когда ты выводишь без вращения если она зацепилась просто вот так даже оттуда ее выводишь без вращения ее откалывает нахер ну здесь я конечно что-то сейчас поженул вообще пипец хочу задний проход сделать что-то вообще тут жуткую какую-то придумал безобразие конечно давай качай масло сверх наглость сверх наглость это выдавить зубную пасту из тюбика и потом пытаться ее назад затолкать вот это вот сейчас из этой области спрушка вон какая ширина подачи офигеть это я вообще я не знаю миллиметр наверное три или четыре ух я наплавлять тут замучаюсь конечно это будет вообще звездец вон и и это даже не цепляет пока еще эту сторону не цепляет я могу объяснить только то что когда они восстанавливали они не отцентровались и все ну а иначе я не знаю но им как-то удалось забить палец тоже вопрос какая-нибудь удалось но у меня очень быстро умирали здесь стулки очень быстро после того умирал что здесь соосности нету но палец забивался я здесь отменял втулку втулки своем цилиндре ставил новый палец и он сюда забивался легко сик знает это вот видит наклавлялась коры на это право вот так вот сделали так-то в принципе проволоку не пили нормально даже может как мягко без особой нагрузки всем они наплавляли тогда какой проволокой пока непонятно такая нагревается там и подача большая блин масло не охота лить придется варить и тут масло будет блин без масла не хочет пилить как-то вообще без масла то скриво она работает маслом веселее горячая уже не обжигает но такая теплая а меньше подать меньше врачения делается он зараза затухает может остановиться что осталось вот столичка блин долго минутная на 20-25 этот пролет пилить быстрее не сделать он начинает весь греметь дрожать а вон эту проволоку видите он сапку вырывает главное чтобы он по кругу и снял чтобы я пик не проволоки не приварился мне так не очень охота я думаю час при наплавке эту промежуточную опору сниму она не нужна стране а потом поставлю ее на место мне кажется так надо сделать что по тебе здесь не погорел и вообще для чего она ведь не нужно настраиваться легче начало а так плохо видно в эту сторону нормально видно это нет это не какая-то наплавка слабого видите тормознулся а подать от вот идет он как бы взрывается в этот металл вот только до утра вот так вот вот так вот вот так вот 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 так ну что и проточить то я проточил но там вот есть такие дырки вот там вот придется еще раз протачивать и сверху он вообще не взял вот эти вот это мой шлепок сварочный вот это вот а это черное настолько было разбито отверстие там не брало но не то что разбитой соосности не было короче надо будет еще раз проходить а я уже штангу снял это все выдернул эту снял ну ладно закручу на место повешу штангу еще пройдусь потому что эту сторону все с него чисто вот эта сторона вот такая херня внутри это конечно она просто не приварится здесь все вот это место мне кажется потом опять отвалится как там делалось ну завтра посмотрю может и и не буду проходить еще раз что-то какое-то подозрительное место ну там яма когда шел буду варить значит он наварит криво по идее бы еще раз проточить ну тут вверх то то что не взяло я могу фрезой фрезой отсюда подлезть и подточить убрать эту всю херню а когда плавить буду буду регулировать обороты и здесь больше наплавлять принципе я уже так делать это это возможно меня беспокоит конечно только вот те внутренние вот эти вот вроде они без ржавчины я боялся что у них с ржавчиной так вот казалось без света что там на ржавчина и они не приклеить сварка к ним не приварится а так там они конечно углубление есть это тоже как бы hero что углубление ладно завтра еще приду определюсь время пол четвертого обвалить домой уже